Один бокал шампанского. По мнению врачей, это оптимальная доза спиртного, которую можно себе позволить на Новый год, без вреда для здоровья. Возможно, где-то в параллельной вселенной именно так и празднуют Новый год, но только не в России, где новогодние каникулы всегда суровый удар по печени. И если уж пить, то качественный алкоголь. Берут самую дешевую шампанское, за 100 рублей, все, классно, берут. Вы посчитайте, там, где изготавливают, там даже виноградников у них нет. Есть производители, там 200-300 рублей бутылка, но не пожалейте, зато вы не будете болеть на утро. Сама этикетка, насколько она правильно приклеена, то есть любые перекосы этикетки, если она порвана, потерта, если с нее потекла краска, это тоже может говорить о том, что продукция приготовлена в каких-то кустарных условиях. Поинтересоваться, имеет ли данное предприятие торговли лицензию, которая и позволяет реализовать алкогольную продукцию. Профи в спиртном деле советуют выдерживать между стопками большие паузы. А главное – подготовить свой организм к встрече с алкоголем. Не пить на голодный желудок. Кстати, желудок хорошо защитят бананы и картофельное пюре. Они обволакивают стенки. Заедать алкоголь сладким – большая ошибка. От сахара наступает быстрое опьянение, как и от газированных напитков. На закуску крепкому алкоголю хорошо подойдут икра, сало, селедка, квашеная капуста, огурцы без уксуса. Универсальная закуска к спиртному – мандарины. То есть есть такое правило. Зерновыми надо напитки пить зерновыми. То есть если мы говорим водка, виски, они совместимы между собой. Если говорить, мы пьем шампанское, это виноградное. Виноградное – только с виноградным. То есть если мы пьем весь день вино, шампанское, но заключение дня – либо коньячок, может быть, либо какой-нибудь бренди. То есть на зерновые ни в коем случае нельзя переходить. Иногда ошибки приводят к летальному исходу. В Барнауле ежегодно фиксируют несколько смертей во время новогодних застолий. А в целом на каникулах обращения в наркологические отделения города возрастают на 30%. Крепкие спиртные напитки. Как бы долг не был вечер, до 150 грамм крепких свиртных напитков. Я бы рекомендовал потреблять сухое вино, либо шампанское. Вот эти напитки, они до 250 грамм. И до литра пива. Тем, кто все-таки перебрал, врачи советуют в день похмелья отказаться от алкоголя, пить больше воды, кисломолочных продуктов, навернуть куриного бульона или уху, погулять на свежем воздухе. А вообще новогодние праздники стоят того, чтобы их запомнить и не провести новогоднюю ночь лицом в салате. Ирина Корчегина, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.